13 тысяч продуктовых пакетов сегодня отправили из Мариуполя в Донецк в рамках гуманитарного рейса Рината Ахметова. Каждый день на распределительной базе в Мариуполе сотни волонтеров формируют новые наборы с продуктами детским питанием и средствами гигиены, что в составе видели и наши корреспонденты. Так выстроена волонтерская линия комплектации – живой конвейер, где постепенно каждый пакет наполняется продуктами. На складе ежедневно работают более сотни волонтеров, преимущественно сотрудники двух крупных металлургических комбинатов города. Главное – не задерживать очередь, говорит электрик Александр Твердохлеб. Вы меня запутали, забыл сахар положить. Как процесс? Работаем и слаживаем. Сколько вы часов работаете? По 12. Два дня работаем, два дня дают отдохнуть. До Мариупольского склада доносится звук канонады. Фасовка и разгрузка не останавливаются, ведь этой помощи ждут миллионы людей на Донбассе. Гуманитарные наборы разделены на три категории, что в каждом из них показывает волонтер Надежда Пивинская. Вся гуманитарная помощь у нас промаркирована на пакеты желтого цвета. Это детские наборы, белый цвет продуктовый наборы и гигиенические наборы в сером пакете. Детские наборы состоят из детских овощных пюре, фруктовых пюре, детская каша, также есть сухая молочная смесь и 20 штучек сока фруктового. В сером гигиеническом наборе они у нас состоят из шампуня, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, мыла, средства женской гигиены. Водитель Александр Клайник уходит рейсом на Донецк. Едет не в зону АТО, а домой. Сколько можем, столько и будем помогать. Будем ездить, конечно. Кому-то надо это делать. Некоторые не хотят ехать или боятся просто въезжать в Донецк. Не знаю, мне, например, не страшно. Потому что я такой же, как и они. Сегодня из Мариуполя в Донецк в рамках гуманитарного рейса Рината Ахметова отправили 13 тысяч продуктовых наборов. Завтра 20-тонные фуры повезут груз и в другие города Донбасса. Юлия Меншакирова, Евгений Якунин, телеканал ВНБАС.